здравствуйте уважаемые коллеги мы с вами находимся в городе камышни возле памятника петру первому возникает закономерный вопрос почему в городе на волге был установлен такой памятник дело в том что в конце 17 начале 18 века петр первый задумал здесь свой грандиозный проект соединить волгу с доном однако проект этот был преждевременным и стройка была заморожена почему сейчас я вам расскажу итак петр первый решает учить прокоп между речками иловли и камышинкой иловля впадает в дон а камышинка в волгу при выборе места учитывается лишь тот факт что между этими речками маленькое расстояние в 1696 году был составлен проект канала и отдан на рассмотрение во французскую академию наук академия проект утвердила и петр присылает в наши места своего дядьку бориса алексеевича голицына который должен отвечать за снабжение стройки инженером стройки пригласили немца йохана бреккеля под началом бреккеля была провета часть канала быстро и на один шлюз однако при испытании шлюз сорвало он подался в основании и под запертыми воротами протекла вода опасаясь царского гнева бреккель спешно выехал в москву и по подложному документу бежал из россии весть о бегстве бреккеля петр получил будучи в англии там ему порекомендовали другого инженера джона перри джон составил свой проект канала но тут и начались мытарства и проволочки по приезде моим на место вспоминал он не нашел ни людей не заготовленного материала для работы со мной с мистером лукой обращались самым грубым образом угрожая нам каторгой и виселицей а виновником всего этого был лорд голицын в течение трех лет джон перри занимался устройством канала ежегодно он запрашивал 30 тысяч работников но никогда не мог получить и половины ответственность за материальное снабжение и организацию работ была возложена на князя голицына который с предупреждением относился к новой затеи коронованного петруши по мнению голицына если бог дал рекам известное течение то со стороны человека неразумно направлять их в другую сторону таким образом канал был прокопан наполовину было построено 4 шлюза после поражения под нарвой джон перри получил царский указ явиться в москву оттуда петра отправил его в воронеж устраивать судоходство для кораблей работы по строительству канала и ловля камышенко были остановлены по утверждению джона перри при наличии требуемое количество людей и материалов канал мог бы быть сооружен в 3-4 года вероятнее всего строители петровской эпохи справились бы земляными работами но стал бы канал действовать советские инженеры выражали сомнения по этому поводу стал бы работать этот канал конечно большой вопрос дело в том что место это находится в 113 метров над уровнем моря учет советские ученые считали что возможно канал не заполнился бы водой и просто так простоял бы но мы знаем что советские ученые не раз ошибались может быть и в этот раз они бы ошиблись потому что вот пожалуйста тот канал который строил йоган заполнился водой тем не менее сорвало шлюз вполне возможно что канал бы и заполнился но тут могли какие-то другие средства использоваться могли тянуть за канаты вот это вот эти корабли главное что они их было бы легче уже переместить с одного места на другое и корабли конечно не были такими большими тяжелыми как в советские времена то есть возможно канал и какое-то время послужил бы что еще хочется сказать про этот канал ну хочу сказать нет пророка в своем отечестве конечно жители нашей местности они не говорят о том что вот был канал прорыт нашими рабочими антикатуре с волги здесь вот собранные люди но был прорыт турками и канал часто называют турецким и еще один канал называют селимовым селимов вал считается что сын сулемана великолепного селим дошел до этой местности и вот здесь копал нет этого конечно не было он дошел до перекопа и пытался там копать брал с собой действительно янычар ну там быстренько их разогнали до наших мест он не дошел но такая легенда существует она нравится людям и вот таким образом у нас два канала турецкий и селимов канал хотя на самом деле это один канал копал был прокопан под руководством немца йогана йогана брекеля а второй вот под руководством англичанина джона перри остатки грандиозного технического сооружения петровской эпохи можно увидеть и сегодня напаленные кучи земли дали название возникшему поблизости городу петров вал валы являются памятником инженерного искусства легендами окружила народная память пребывание петра первого в камышине и в 1722 году петр первый проплывая по волге со своей свитой остановился в камышине и был здесь два часа мы его приветствовали из 15 пушек а он нам ответствовал из трех считается что жители города дали ему попробовать вот этот ну такой вот прекрасный арбуз и петр сказал зело отменный плод но конечно в 1722 году легенда это не имеет под собой никакого никакой почвы можно сказать почему потому что в это время еще арбузы у нас не выращивали сажали лук морковку на свеклу тыкву редьку но тем не менее слава камышинских арбузов была настолько велика что арбузы связали с именем петра первого ну и есть продолжение этой легенды якобы петр велел настолько ему понравился этот вкусный отменный плод выковать его из меди и водрузить на шпиле магистрата выковали этот самый арбуз привезли сюда водрузили на шпиле и и но в общем то что с ним случилось вот по легенде арбуз этот украли не хотелось конечно расставаться с такой легендой и купцы сложились и уже за свой счет заказали второй арбуз второй арбуз арбуз снова сделали и водрузили на шпиле магистрата но этот арбуз переплавили на пушке в войну 1812 года и вот третий арбуз который находится в нашем музее это сделал камышинский завод слесарно монтажных инструментов в честь 335-летия рождения нашего города в память об этой прекрасной легенде и вот этот арбуз в общем то находится у нас спасибо за внимание что у нас есть як Oper красивые еда но та купюр мик п